Отряд волонтёров из 4-й гимназии микрорайона Московский приходит в гости к Марату уже не первый раз. Но если раньше они навещали мальчика, чтобы просто поболтать по душам, то сегодня тема разговора особая – обсуждение предстоящих волонтёрских акций. Ведь с недавнего времени Маратик стал частью волонтёрского отряда «Кто, если не мы?» и принимает активное участие во всех его мероприятиях. Заветная мечта стать волонтёром стала явью. И день вступления в ряды добровольцев Маратик запомнит на всю жизнь. Быть всегда готовым оказать посильную помощь и поддержку тем, кто в этом нуждается. Клятву я давал, что я буду помогать людям, что я никогда не отступлю от своей, так сказать, должности. Если даже пожар, я должен помочь людям. И это моя, так сказать, обязанность. Так как Марат хорошо разбирается в компьютерах, то в волонтёрском отряде он отвечает за программное обеспечение. Найти нужные материалы, сделать видео или фотопрезентацию – с этим он справляется на ура. Мне очень приятно было смотреть, видеть. Аж мне даже не знаю, как сказать. Даже я заплакала. Он ждёт их. Мама, когда они придут? Ребята, когда придут? Вот так он ждёт их постоянно. Ему очень приятно. Он радуется. Марат – большой фанат футбола. Его любимая команда – московский «Спартак». О нём он знает всё, как и вообще о последних событиях в мире футбола. От чемпионата мира у меня остались эмоции. То, что наши всё-таки так неожиданно вышли в одну четвёртую финала. Дальше у нас будет лига чемпионов, отбор к чемпионату Европы. И, соответственно, сам чемпионат Европы. Это ближайший календарь футбола на два года. Мы же футболисты друг друга издалека видим. И всегда находим общий язык. Всегда интересно поговорить на всякие разные темы. Не только о футболе мы говорим, так же о самых разных темах. Вы, как знаете, он недавно стал волонтёром. Поговорим с ним об этом. И очень радостно, что мы помогаем таким людям. Если сильно захотеть, мечты сбываются. И Марат своим примером лишний раз подтвердил эту извечную истину. Благодаря настойчивости и силе воли он добился того, о чём так давно мечтал. Раньше волонтёры помогали ему, а теперь он сам помогает людям в их дружных рядах. Юлия Житна, Радомир Князев, Архыс, 24.